Приветствую друзья, на канале Scale Journal в сегодняшнем видео продолжаю работы по тридцать четверки. Сегодня будут произведены работы по башне, постараюсь полностью закончить с ней. Ссылку на предыдущее видео по данной стройке вы сможете найти в правом верхнем углу, а ссылка на весь плейлист будет в описании под этим видео. Практически все детали слитников уже сняты, остались только крюки. Ствол орудия не потребуется, я уже показывал, буду использовать металлический ствол от Абер. Ну и все мелкие детали у меня уже подготовлены, остается их только приклеить. Также напомню, были сделаны мною дополнительно заглушки на пистолетный порт. Ссылку на способ их изготовления я оставлю в правом верхнем углу, а также продублирую в описании под этим видео. Также сегодня установлю антенный ввод от Абер. Будьте внимательны, если вы собираете не послевоенную тридцать четверку, то данный антенный ввод вам не подойдет. Этот антенный ввод подходит только для поздних послевоенных модификаций, ну так как в моем случае сборная солянка, то меня устроит и этот вариант. Антенный ввод состоит из четырех деталей и непосредственно самой антенны. Собирается достаточно просто. Антенну я сейчас для примерки вставил, вот так она выглядит, но скорее всего саму антенну я использовать не буду, только антенный ввод. Далее необходимо проделать в башне отверстие под установку этого антенного ввода и срезать лишний пластик. Ну и обязательно все зачистить, чтобы не осталось следов. Ну а теперь можно склеивать пластиковые детали башни. Начнем с верхней плиты и продолжим всей мелочевкой. так как никакой внутрянки нет и не планируется, то все люки будут закрыты. Музыка 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 Теперь с помощью эластичной ленты от Tamiya буду делать насечку под будущий сварной шов для двух половинок башни. Вначале намечаю будущую линию, а затем с помощью скрайбера аккуратно процарапываю канавку. Сильно надавливать не надо, делаем аккуратно, чтобы скрайбер не соскочил и не наделал лишние борозды. Музыка Теперь можно приклеить брюки на башню, если бы я приклеил ранее, почти наверняка они были бы отломаны или повреждены. Музыка Теперь используя шпаклевку от Валеха, емкость, кисточку, салфетку, а также воду, буду делать фактуру литьевой брони. Добавляем небольшое количество воды и шпаклевки в емкость и тщательно перемешиваем. При необходимости добавляем еще воды или шпаклевки. А затем используя старую кисточку, тычковыми движениями наносим разбавленную шпаклевку на поверхность башни, там где нам нужно имитировать фактуру брони. Здесь торопиться не нужно, вначале нанесли один слой, далее подсохнуть, затем нанесли второй и третий при необходимости. После того как шпаклевка окончательно высохнет, излишней шероховатости можно сгладить с помощью наждачки. Вот таким образом выглядит имитация литьевой брони, сделанная с помощью акриловой шпаклевки от Валеха. Теперь можно перейти к имитации сварных швов. Делать я буду это с помощью двухкомпонентного миллипута. Смешивается он в пропорциях один к одному, тщательно перемешивается. Ну и сразу скажу брать нужно небольшое количество, так как для имитации сварных швов потребуется немного. После того как все тщательно перемешали, необходимо раскатать тонкие колбаски. Можно это раскатывать на листах пластика и предварительно немножко смочив водой, чтобы меньше прилипало. Раскатываем примерно вот до такого состояния. С помощью зубочистки укладываем небольшой кусок на место сварного шва и придаем нужную форму. Здесь можно использовать как зубочистку, так и модельный нож. Ту же самую операцию проделываем с крюками на башне. Таким же образом необходимо добавить шов на верхнюю плиту. После того как шов готов, можно пройтись немножко смоченной водой кистью, для того чтобы сгладить резкие линии. Ну и конечно же не забываем добавить сварный шов на половинке башни. Аналогично использую зубочистку и модельный нож. И при работе с двухкомпонентной шпаклевкой не забывайте смачивать инструмент в воде, чтобы шпаклевка к нему меньше прилипала. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой результат получается после добавления фактуры брони и сварных швов. Теперь необходимо добавить поручни. Я сделал разметку и буду использовать мини дремель для того чтобы сделать отверстие. Далее процесс аналогичный тому, что я показывал при установке поручней на корпус. Вставляю, выравниваю и приклеиваю на супер клей. Далее прихожу к приклеиванию петлей на заднюю часть башни. На них иногда крепилась скатка или же маскировочная сеть, ну и многое другое. Эти петли я делал из припоя. Далее решил добавить имитацию номера башни. Для этого мне потребовались цифры, которые я срезал с литников. Аккуратно срезаем, может получиться несколько раз. Выпрямляем и приклеиваем на супер клей. Номер у меня взят случайным образом, так что не ищите сходства с реальными прототипами. Также помимо цифр, на некоторых башнях я видел еще раз добавляется буква Т. Но так как на литниках я ее не нашел, у меня ее не будет. Теперь можно установить бронезаглушки. Одну бронезаглушку я установлю наглухо, а вторую повешиваю на цепочку. Цепочку буду использовать тоже от Абер. Предварительно проделываю отверстие под цепочку заглушки. Клеиваю ее на супер клей. И пока клей сохнет, можно приклеить вторую заглушку. Тем временем подцов супер клей на первой бронезаглушке. И можно зафиксировать ее на башню. Цепочка заводится вовнутрь и уже изнутри приклеивается тоже на супер клей. И вот таким образом башня выглядит после проделанной работы. Как мне кажется, выглядит намного интереснее, чем родная звездовская. Остается добавить только металлический ствол. И можно сказать, что работы по башне завершены. Если какие-то мелочи я упустил, в общем-то доделаю это позже. Ссылка на блог постройки данной модели будет в правом верхнем углу. Также я ее продублирую в описании под этим видео. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, комментируйте, делитесь в социальных сетях. А на этом сегодняшнее видео буду заканчивать. До новых встреч. Пока.